Он профессиональный баскетболист, один из самых перспективных украинских игроков. Она известная художница и их свела любовь. Елена Дидух эксклюзивно пообщалась с парой и расскажет, что объединяет представителей очень разных на первый взгляд профессий. Человек и дельфины, плывущие среди гор мусора, дымящие трубы с заводов на фоне черной выжженной земли. Украинская художница Лана Кауфман подчеркивает несовместимость живой природы и творений рук человека. Баскетбольный мяч в экспозиции «Контрасты» – экспонат не случайный. Он тоже эко, изготовлен из переработанных пластиковых бутылок. И именно этим мячом столичный клуб «Киевбаскет» играл в матче Кубка Европы против Минского «Цмоки». И выиграли. Не просто играли, а выиграли. Форвард команды Максим Пустозвонов подарил счастливый мяч для выставки любимой девушки. Художница и баскетболист вместе полтора года. Лана раньше не интересовалась баскетболом. Она даже не знала правила, она даже не знала, что такое баскетбол. И сколько там игроков на площадке находится. Мне пришлось ей все рассказывать и объяснять по ходу. Ну а она сейчас самый лучший эксперт и самый большой эксперт в Украине. Дома она мне рассказывает, что делать, обсуждает, дает указания, я их выполняю. Теперь Лана одна из самых страстных болельщиц Киевбаскета. Я хожу почти на каждую игру и, конечно же, разбираю, что такое фолл, что такое двухочковый, трехочковый. И что Макс у меня самый лучший был трехочковый, я тоже разбираюсь. Максим признается, до встречи с Ланой искусство его интересовало примерно так же, как и ее баскетбол. Теперь немного разбирается в живописи. Сейчас я уже могу понять, где модерн, где диприх, где натюрморт. Я уже знаю. Любимые картины Максима, созданные Ланой, это столбы. Такие опоры силы и удачи у юрт местных жителей художница увидела на Байкале пять лет назад. Вообще они все любимые, они висят у нас дома, в холле. Но розовый мой любимый, он такой самый нежный, самый какой-то спокойный для меня. Спорт и искусство не так уж далеки, считает тренер Максима Айнарс Багацкис. Искусство вдохновляет на достижение высоких результатов. Например, в его баскетбольной юности тренер каждую неделю водил команду в театр. Великие тренера говорят, что баскетбол – это творческий труд. Я с этим полностью согласен. Это не может быть как шаблон, это импровизация. В свою очередь, спорт тоже мотивирует творческих людей создавать новые шедевры. Я начинаю работать сейчас над выставкой, именно посвященной спорту, и на баскетболу, конечно же. Это любовь. Картину, на которую Лану вдохновили баскетбол и любимый, она планирует презентовать после одного важного события в их жизни. Какого именно влюбленные не говорят, но намекают, оно будет связано с кольцом. Елена Дидух, Александр Прозоров, Юрий Шульга, Юэй ТВ